На связи с бизнесом. Многие предприятия, приостановившие свою работу в период повышенной готовности, сегодня нуждаются в помощи от государства. Эту тему обсудили в формате видеоконференции временно исполняющей полномочия главы округа Андрей Булгаков и представители бизнес-сообщества муниципалитета. Во встрече приняли участие руководители среднего и крупного бизнеса, а также представители и руководство торгово-промышленной палаты, налоговой инспекции и местных отделений банков. У каждого предприятия своя специфика, у каждого свои трудности. Я считаю, что очень важно иметь обратную четкую связь, открытую с властью, с администрацией, со всеми структурами государственной власти, в том числе налоговые органы и министерство правительства Московской области. Антикризисные меры поддержки кредит и расстрочка по выплате налогов в субсидии для бизнеса предусмотрен ряд льготных мер, а пострадавшие в период пандемии предприниматели могут получить кредит под 2% для сохранения рабочих мест и 0% годовых на заработную плату. Представители налоговой инспекции также рассказали, что с полным перечнем мер поддержки бизнесу можно ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы в специальном разделе «Коронавирус». Данный раздел позволяет любому налогоплательщику вбили в свой ЛНР, получив конкретный перечень мер поддержки, которые установлены правительством Российской Федерации, для того, чтобы определить, попадает ли он сначала в субъект малого и среднего предпринимательства. Второе, попадает ли он в пострадавшие отрасли, является ли он системообразующей организацией. Также для консультации по вопросу получения господдержки щелковские предприниматели могут обратиться на горячую линию торгово-промышленной палаты по телефону 8 915 383 72 97. Андрей Булгаков отметил, что важной задачей для муниципалитета сегодня является взаимодействие властей с предпринимателями. Временно исполняющий полномочия главы также напомнил бизнесменам о важности соблюдения всех мер и принятых нормативов, цель которых не допустить распространения коронавируса. Эти нормы уже давно все ввели, но они важны. И мы с коллегами из самого места эти нормы, новые подходы к организации труда с точки зрения безопасности против коронавирусной будем проверять. И это данность на этот год.